И сейчас я предоставляю слово его превосходительству Петеру Шиярту, министру иностранных дел и торговли в Венгрии. Благодарю вас, господин председатель, ваше превосходительство, уважаемые коллеги. Я рад этой возможности обратиться к уважаемой аудитории. По случаю 70-й годовщины ООН, 70 лет назад, была создана ООН, чтобы содействовать сотрудничеству между государственными членами для создания и обеспечения международного мира и безопасности. Для нас это хорошая возможность отметить это событие. Ну вот, прошло 70 лет после основания ООН. Если быть откровенными по отношению друг к другу, мы должны быть... Мы видим, что нет больших оснований чувствовать себя удовлетворенными и нет оснований для праздника. Поскольку в 70-й годовщину ООН, мы не можем не сказать, что Европа, откуда я приехал, еще не сталкивался с такими огромными и серьезными вызовами после завершения Второй мировой войны. И если мы будем говорить о мире, в глобальном контексте можем сказать, что мир не сталкивался с такими огромными трудностями с определенной Второй мировой войны. Дамы и господа, в ходе последних пяти лет, мы были свидетелями 15 войн и конфликтов, которые продолжались или возникли на ровном месте. Сейчас также идет война. Пару лет назад мы даже не представляли себе, что Европа столкнется опять с военными условиями в 22 веке. Это именно так. Война идет в Украине у соседей. Если посмотреть на восточную часть Европы, то мы видим серию замороженных конфликтов и территориальных споров. ЕС начал программу, которая называется «Восточное партнерство». Мы содействуем связям с шестью большими советскими республиками, которые хотят иметь европейскую перспективу. Только Белоруссия не включена в эту группу стран. Мы сталкиваемся с проблемой экономики. Я об этом говорил. Но я думаю, еще одной генеральной ассамблеей будет не зашать, чтобы обсудить экономические и торговые потрясения. Я могу лишь сказать, что у нас мы прожили 15-16% мирового ВП, а вместе с тем обеспечим 70% социальных услуг. Не надо быть экономистом, чтобы увидеть, что эту ситуацию трудно выдержать. Сейчас Европейский Союз сталкивается с самым сложным вызовом после своего создания. Речь идет о массовой миграции. К сожалению, Европа не смогла найти должных ответов. Причина в том, что у нас нет согласия в Европе, и нет согласия в всем мире по поводу характера, размера и объема этой массовой миграции. Что касается характера, хочу подчеркнуть, то, что мы видим, это не кризис беженцев, это больше, чем это. И это более сложное явление. Мы расположены наиболее интенсивном пути миграции. Должен сказать, что эта массовая миграция, включая тех, кто хочет найти убежище, экономических мигрантов, а также, к сожалению, иностранных комбатантов, что касается массовой миграции, то это массовая миграция с ограниченным источником пополняемых людей. И если не можем остановить приток этих людей в ближайшее время, то эта проблема останется с нами на длительное время. Я полностью согласен с заявлением генерального секретаря, с которым он выступил в начале сессии, сказав, что так много людей не было одновременно в движении, чем сейчас. Честь миллионов людей покинут свои дома из вооруженных конфликтов или других сложных ситуаций. В 2014 году уже стоило наибольшее увеличение мигрантов и беженцев. Со временем создания УВКБ еще не было такого большого количества перемещенных лиц и мигрантов. Для этого две причины. Одна причина в том, были приняты несколько международных ошибочных решений, и другая причина. ИГИЛ захватывает дополнительные территории. Если быть честными, мы добились ограниченного успеха до сих пор. В плане борьбы с ИГИЛ из этих двух причин значительная часть Северной Африки и Ближнего Востока дестабилизирована. В результате этого более 8 миллионов человек в Ираке живут на гуманитарной помощи, 12,5 миллионов человек живут в гуманитарной помощи в Сирии, в Афганистане. После завершения миссии международных сил, международное военное присутствие будет закреплено на две десятую часть и полтора миллиона беженцев в Иране, полтора миллиона в Пакистане. Не говоря уже о Ливии, где нет единого правительства, мы говорим об Оку-Харам, не говорим о территории Кюго-Цахара, где также уже полтора миллиона ВПЛ. Вместе с тем, мы должны сделать упор на борьбе с изменением климата, где у нас также ограниченный успех до сих пор, поскольку средняя температура на Земле выросла практически на 1% после последнего столетия. Глобальное потепление приводит к повышению уровня моря, создаёт крайние условия, приводит к нехватке продовольствия, а из-за этого возникают новые потоки мигрантов. 35-40 миллионов людей становятся мигрантами из-за экологических условий и есть прогнозы, что к 2050 году их число может быть 100 миллионов. Таким образом, что мы сейчас видим? Дестабилизированные регионы Ближнего Востока и Северной Африки 15 новых жённых конфликтов и войн последние 5 лет являлись на успех в области борьбы с климатом и нехватка воды. Массовая миграция началась в глобальном масштабе в силу этих трёх причин. Но нужно подчеркнуть важное слово глобально. Мы должны согласовать, что это глобальный вызов. И если массовая миграция глобальный вызов, нам нужны глобальные решения, глобальные ответы с глобальным участием. Сейчас Европа и Европейский Союз не все относили большее бремя связанное с последними волнами массовой миграции. Должен сказать, что если мы ничего не изменим в этом отношении, если мы не можем контролировать наши границы, если мы не можем контролировать приток, Европа окажется также дестабилизированной. Сначала окраина, затем центр. Хочу ещё раз подчеркнуть, что это глобальная проблема. Она требует глобального решения на основе глобального участия. Что нужно сделать? В принципе, вместо того, чтобы ликвидировать последствия, мы должны ликвидировать ключевые причины этого. Это основная проблема. Здесь есть предложение из пяти пунктов. Первое, мы должны ущилить наше международное ущелье против ИГИО. Второе, мы должны стабилизировать ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Третье, мы должны создать систему квот перемещения мигрантов. Четвертое, мы должны продолжать укреплять мировые точки эмиссионы. Пятое, мы должны в полной мере добиться цели устойчивого развития. Если мы не сможем выполнить эти пять требований, я не думаю, что мы сможем справиться с этими вызовами. Дамы и господа, что касается ИГИЛ, мы должны учитывать, что мы создали широкую военную коалицию, но добились до сих пор организационного успеха. ИГИЛ захвата по территории, не убивает людей, совершает жестокие преступления. Мы все видели по телевизору. ИГИЛ нанес больший ущерб нашему историческому наследию, чем все вооруженные конфликты после завершения Второй мировой войны. Поэтому мы должны удвоить наши усилия, действовать скоординированно, необходимость честного сотрудничества между трансатлическим сообществом и Россией. Венгрия уже проделал домашнюю работу. У нас есть больше тысяч войск в Иракском Курдистане, у нас сила обеспечивающая защиту движения по просьбе США. Мы участвуем в подготовке дополнительных подразделений. Мы не должны забывать, что ИГИЛ совершает преступления против человечества. Поэтому мы настоятельно призываем вежуное уголовное суд расследовать и наказать их за эти жестокие преступления. Второе, мы должны создать стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке. И главная проблема в том, чтобы добиться этого в Сирии. Но также очевидно, что если мы не сможем добиться мира в Сирии, то миграционное давление не уменьшится на Европу. И единственный разумный способ, я думаю, самый успешный добиться мира в Сирии через переговоры. Здесь я согласен с германским канцелем, который сказал, что мы должны обеспечить политическое решение на инклюзивной основе. Именно таким образом можно успешно решить проблему сирийского конфликта путем переговоров. И здесь мы вновь в критической точке. Не может быть движения вперед, не будет возможности регулировать кризис в Сирии, если не будет согласия и прагматического сотрудничества между трансатлантическим сообществом и Россией. Дамы и господа, если мы посмотрим на причины наших мигрантов, то мигранты в основном переправляются теми, кто торгует людьми. И поэтому я призываю к международным шагам согласовать законодательство в отношении торговли людьми. Третий момент, система мировых квотов должна быть рассмотрена. Поэтому просим генерал-секретаря ООН поставить на рассмотрение и внести предложение о том, чтобы мы рассмотрели эту проблему в глобальном масштабе, и все основные игроки мировой политики и мировой экономики приняли участие в разделении этого времени. Четвертый момент, уважаемые коллеги, мы должны удвоить усилия в рамках наторских миссий. Если мы добьемся успеха на торговых миссиях, можем добиться мира, неустойчивых в плаках земного шара. В таком случае у нас возникает надежда успешно решить проблему миграции. Венгерские войска принимают участие вместе в Кипре, в Западной Сахаре. Мы поддерживаем эти миссии, мы настоятельно призываем ООН полагать дополнительное усилие в этом отношении. Но, уважаемые коллеги, но пока не будут приняты и найдены соответствующие решения, мы, европейцы, должны принять эффективные меры, чтобы не допустить нестабильности из-за большого давления на нас. Наша основная задача обеспечить контроль над нашими границами. Если мы не можем обеспечить контроль над нашими европейскими границами, тогда мы не сможем остановить приток мигрантов и затем окажемся беззащитными, мы должны просто создать совместные силы ЕС, которые будут защищать внешние границы Европейского Союза. Второе, мы должны воздать должное всем тем странам Турции, Иордании и Ливану, которые несут огромное время, чтобы принять и накормить беженцев. Но мы не можем ожидать, что они сделают эту одиночку. У них сотни тысяч, даже миллионы мигрантов и беженцев. Поэтому мы вносим предложение, чтобы ЕС взял на себя вопросы финансирования лагерей беженцев, а если это необходимо, создать новые лагеря и финансировать эту деятельность. Здесь мы просим Генеральный секретарь ООН также подумать над тем, как ООН может удвоить свои усилия, чтобы Турция, Иордания и Ливан получили помощь от нас в решении вопроса о мигрантах и беженцах. И не в последнюю очередь хочу обратить тяже внимание на опасность, которая представляет собой антимусульманская политика в Европе или в других регионах. Но здесь следует подчеркнуть, что мусульманская вера не имеет ничего общего с ключевыми причинами этой массовой миграции. Я из Венгрии, христианской страны, христианский подход не относится негативно к мусульманской политике. Мы уважаем и все мусульманскую веру. Мы должны сотрудничать в решении ключевых причин массовой миграции. Господин председатель, коллеги, большое председательство. Резюмируем, массовая миграция это глобальная проблема. Мы должны глобально реагировать на нее. Все основные игроки должны нести свой вклад и время нужно делить между всеми. Он должна сыграть ведущую роль в этом отношении. Мы готовы работать вместе, господин председатель. Уважаемые коллеги, дамы и господа, мы готовы работать вместе согласно утвержденным целям устойчивого развития, которое гласит, миграция безопасной, упорядоченной и регулируемой. Благодарю вас за внимание. Я благодарю министра иностранных дел.